Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже. На утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа, главным фигурантом которого стал основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России. Возбуждено оно было 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования господина Пригожина, было объявлено, после переговоров с ним президента Белоруссии Александра Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК, прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря. 25 июня некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили о том, что в Генпрокуратуре, которая ранее признала постановление следователя СУ ФСБ о возбуждении дела о мятеже, законном и обоснованном, данное решение было отменено, в связи с чем прекращено и уголовное преследование господина Пригожина. Однако источник в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. По данным источника, для принятия иного решения прошло, слишком мало времени. За день бунта Пригожина российская армия потеряла три вертолета и один самолет. Как сообщают телеграм-каналы, самолет Ил-18, воздушный командный пункт, один из бойцов Вагна разбил по ошибке, в самолете было 10 человек, все они погибли.